Михаилу Ефремову наконец-то дали срок. 8 лет колонии общего режима. То есть он получил то, что заслужил. Сейчас он, конечно, находится в СИЗО, в следственном азаряторе. Просидит он там месяца полтора-два, никак не больше. Нет никаких сомнений, что апелляция оставит приговор в силе. И через месяц-полтора Ефремов поедет в колонию отбывать свои 8 лет. Он, конечно, выйдет по УДО чуть пораньше, это все понятно. Но хотелось бы отметить, что как минимум 3 года или 4 он получил из-за своего поведения, а главное из-за поведения своего адвоката Пашаева, который во всех интервью, а он их очень много давал, никогда, ни разу не сослался ни на одну норму закона. Такое ощущение, что он просто купил свой диплом и никогда не изучал Конституцию и УПК. В колонии к Ефремову вряд ли будут хорошо относиться. Таких хитрожопых, мягко говоря, там очень не любят. Я надеюсь, уголовный мир Московской области, Москвы, нас не подведет. Его, конечно, не будут бить, опускать, но он там будет на плохом, мягко говоря, положении. Хреново ему там будет сидеть. Именно за то, что пытался откупиться. За то, что нанял такого адвоката, который, как мы полагаем, притащил купленных свидетелей. Это ведь в этот раз Пашаев защищал подсудимого. А если бы он защищал интересы потерпевших в каких-то других процессах, он ведь точно так же, возможно, уже делал. Наверняка будет так и дальше делать. А именно приводить лживых купленных свидетелей. То есть такие жуки, как Пашаев, могут посадить кого-то на ровном месте, приведя двух-трех купленных свидетелей. Я надеюсь, Михаил Ефремов вам понравится в колонии. Уголовный мир, надеюсь, не подведет.